всем привет расцвела у меня вот такая модеста это видовая видовой верни видовой фаленопсис и как принято называть русскоговорящими украиноговорящими орховодами природник на такое определение вот такая красотка немножко расскажу пока вам буду показывать и так это орхидея у нас растет барнео включая сабах западный кота кинобалу то вау и и так далее в основном у них круглый год температура ровная нету сезонных перепадов но есть перепады день-ночь днем обычно где-то в среднем 29 30 ночью где-то 20 градусов вот такие вот условия растет она обычно на высоте до 400 метров где-то 350 400 свете она не особо требовательна 10-12 тысяч люкс то есть это такое среднее освещение свойственное большинству фаленопсисов и конечно же ее надо будет на окошке притянять где же она целится селится она в основном на нижних ветках деревьев на стволах и у самых корней деревьев рядом с ручьями если этот вид находится в горах находят ее частенько в горах крокер или крокер извините не знаю как тут ударение действительно правильно и в низинах и низинных лесах горных вот такая прелесть по требованиям к уходу давайте это чудо любит обильный и частый полив предпочтитель не для нее так растение не должно сильно пересыхать и долго стоять сухой она этого не любит субстрат должен быть желательно очень дышащим и для того чтобы вы смогли ее поливать чаще и более обильно то лучше выбирать субстрат который будет гораздо быстрее просыхать то есть такой сильно влагоемкий субстрат для нее будет не очень потому что корешки из-за этого достаточно склонны и шейка внизу к корневым гнилям вообще гнилям так про солнышко мы с вами сказали и про температуру в принципе тоже повторюсь что ровная круглый год суточный перепад в районе 9 10 градусов но стоит запомнить что она плохо переносит большие колебания температур то есть например если у вас она растет на подоконнике весной солнышко ее может разогреть хотя у вас например на градуснике плюс 15 на улице до солнышко и может на плюс 30 разогреть а потом ночью у вас например будет плюс 5 то вот ей это не очень нравится она это достаточно тяжело может переносить поэтому для нее надо выбрать место с скажем так более ровной температурой вот такая красотка у меня на три бутончика цветоносик еще живой может дорастит очень интересная по мне вообще все видовые очень интересные очень они мне нравятся да такая немножко есть мохнаткость мохнатость на губе губка мохнатка сейчас секундочку вот так вот проблемы с фокусом такой розовый цвет вы заметили он прям кажется неоновым он перебивает все и не получается нормально его снимать цветочек не сильно но восковый такой достаточно плотный по поводу аромата не поверите ее еще не нюхала секундочку так понюхала аромат имеется аромат весенних цветов но с таким неприятным привкусом он немножко кроме вот весенних цветов пробивается такой запах земли что ли вот какой-то такой странненький но это надо внюхаться она еще под распуститься потому что вчера распустился первый цветок и сегодня вот этот до открылся и открывается вот этот но ароматик такой врезочка про модесту понюхала я через пару дней и она прекраснейший пахнет просто я нюхала и ирана аромат не сформировался она пахнет как пахнут весенние цветы она пахнет ландышем или нарциссом чем-то таким сладким и очень приятным этот аромат ощущается где-то на расстоянии нескольких сантиметров 10 может максимум 15 а сам цветочек когда нюхаешь очень очень приятно поэтому беру назад свои выводы что запах такой себе никаких дополнительных странных примесей землистых ароматов ничего нету просто нежные весенние цветы и лавал супер надо было дать время ей набрать этот аромат и хотела вам показать очень интересное строение вот здесь вот где у нас пыльник находится она такая вот видите не очень обычная снимаю без штатива потому что со штативом получается далеко а хочется такой живой кадр хочется двигаться приближаться и я тут рисую эту камеру интересный пыльник в общем я скажу так очень нежная штучка розовая красивая стоит стоит своего внимания но в общем то я всегда считаю что видовые орхидеи стоят отдельного внимания такой кусочек дикой природы у тебя приобщиться помочь сохранить это чудо показать всем остальным поколением мне очень нравится рада что купила на действительно того стоит у модесты достаточно симпатичные гибриды есть есть даже очень интересные так что обратите внимание на этом будут заканчивать всем огромное спасибо за просмотр всем солнечных дней пышных цветений и перед тем как я попрощаюсь не забывайте поставить лайк поделиться видео с друзьями и заглянуть в инфобокс под видео всем пока пока